Доброе утро, сэр! Доброе утро, сэр! Доброе утро, сэр! Ты знаешь, что это значит. Ну не тормози, холера! Дай мне ключик и спун! Завяжай ругаться. Тебе это не идет. Ну дай хоть десятку на автобус. Я ж тебя выручал. Уходи. Ну это удар под дых, спун, а это удар под дых. Ты говорил с Марси? Нет, Джиджи, я не говорил с Марси. В мое время люди не женились с бухты-барахты, чтобы потом развестись и совсем не общаться. Дэл, не валяй, дурака. Если бы я тебе не готовила, ты бы позвонил Марси. Парень, что это у тебя на ногах? Конвер Сол Старс, выпущенный в 2004-м. Нечего насмехаться, ты тоже такие хочешь. Так скажи прямо. Нет, спасибо, обойдусь. М-м-м, пирог с бататом. На тарелку положи. Знаешь, я видела по телевизору, часть новых роботов разыгрывают. Лотерея. Слушай, Джиджи, все эти роботы добра не приносят. Уж ты-то понимать должен, что это неправда. Временами ты порешь такую чушь. Ты слушаешь меня, Дэл? Подержите пирог. Сэр, на голову надену. Эй! Протик. Эй! 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 Эй, стой! Я сказал, стоп! Спокойно, спокойно. Я офицер полиции. Ты... Ты идиот! Ты знает, Ваш. Пenschание какой-нибудьey. Я воню width, где ляду в комнаты, dist density, dancing. Я увидел, или ты еще ворон. Я подумал... Ты что, все? Чтоениемgos lot Boston, интересно, given the natural dragon Mary Booth. Я вот вышел. А я воню! А я owенника, в князь? Како дня denial, я вот и я где-то мая. Все? Субтитры сделал DimaTorzok Полиция! Робот украл мои вещи из химчистки Вот о чем значит Детектив Роботы когда-нибудь крали? Джон, эта штука мчалась по... Скольким роботам в мире довелось совершить преступление? Что, считать преступлением? Ответь на вопрос, черт возьми Ладно, ни одному, Джон Скажи теперь, что произошло сегодня? Ничего В последний раз это ничего Спун Ты уверен, что уже готов вернуться на работу? Все в порядке, Джон Спасибо Лучше здесь, чем слоняться дома Убойный отдел, спунер Пожалуйста, сверните направо на следующем перебиле Детектив Детектив спунер, полиция Чикаго Добро пожаловать в этот экспонент Добро пожаловать в ЮС Роботикс Вы находитесь в вестибюле этажа для парковки Пожалуйста, воспользуйтесь лейтом, чтобы попасть в вестибюль основной части здания Спасибо Рад видеть тебя, сынок Привет, доктор А все дальнейшее Результат того, что ты видишь здесь Вы хотите что-то сказать мне? Извини В ответах я ограничен Правильно задавай вопрос Почему вы позвали меня? Я верю в твой ум В таких случаях участие детектива убойного отдела не требуется Но наше общение не было вполне обычным Ведь верно? Это верно Вы хотите что-то сказать мне? Извини В ответах я ограничен Правильно задавай вопросы С чего вам кончать с собой? А этот детектив Правильный вопрос Программа завершена Прощайте, дружище Привет, ребята Привет, детектив Что у вас? Что видим, то и имеем Повреждения от удара об землю Юос Роботикс Надо сынишке что-то прикупить Наверху что-нибудь есть? Ничего Дверь была заблокирована изнутри Бух, шмяк Он прыгун без вопросов Ладно, тут надо красненько подумать Займемся этим Детектив Лоуренс Робертс Ух ты Самый богатый человек в мире Я видел вас по телевизору Вы пейте кофе Почему бы нет? Это бесплатно Никто не ожидал такого А я должен был догадаться Мы с ним знакомы 20 лет Альфред по сути изобрел робототехнику Он автор трех законов Видимо, гениев зачастую искушают Самые хитрые демоны Но если я чем-то могу помочь Вы только... Сладкий? Простите Мой кофе Сладкий? А Вы решили, я вас так назвал? Эй, вы не так богаты Там, на столе Спасибо Ленинг падает держалой Маленький, зеленый Голографический проект Да, да А почему голограмма Ленинга Вызвала меня? Вы же знали его Да Я знал Но голограмма Это всего лишь заранее записанные ответы Создающие иллюзию наличия разума В программу этой входила команда Вызвать вас в случае его самоубийства Смерти Не понял Голограмма Была команда вызвать меня В случае смерти Ленинга Да, самоубийство Это тоже смерть Я тороплюсь уж Пожалуйста, поймите О, да, идите, идите, идите Ведь у вас на этой неделе Хлопот не в проворот? Да Надо снабдить роботом каждый дом В этом я дилетант Но у меня есть идеи Для рекламного ролика вашей компании Мы видим, как столяр делает Чудесное кресло А потом появляется робот И делает кресло вдвое быстрее И вдвое красивее И тут надпись на экране USR Смешаем с дерьмом людей О, и уход в затемнение Да, я понимаю Ваш отец лишился работы из-за роботов Может запретим интернет, чтобы библиотеки не лишились читателей Предрассудки противоречат разуму Нет, знаете, что мне кажется Вы их просто недолюбливаете У вас тут серьезный бизнес И труп в вестибюле вам ни к чему На этой неделе особенно Ну, раз он все-таки образовался Я хотел бы осмотреться Задать ряд вопросов, как у нас, копов, принято Я выделю вам провожатого Спасибо вам большое Лоуренс велел мне во всем идти вам навстречу Правда? Отлично Показатели психологического профиля говорят, что Альфред стал затворником С людьми не общался, только с машинами Так вы психоаналитик? Моя бывшая жена была бы рада, что я с вами беседу Вы с ней не знакомы? Извините, это что, шутка? Похоже, нет Десятый этаж По-вашему, у доктора Леннинга были суицидальные наклонности? Ответ на этот вопрос явно очевиден Я не об этом спросил Нет, мне так не казалось Но, выходит, я ошибался Высоко отсюда падать Как быстро у вас тут наводят чистоту И правильно, кому надо, чтоб в вестибюле разлагался какой-то старик Но он не какой-то старик Альфред Леннинг был для нас всем Мы на пороге величайшего в истории внедрения роботов в жизнь Уже в субботу на пятерых людей будет приходиться один робот Эти роботы – сбывшаяся мечта Доктор Леннинг мечтал о них Знаете что, я уверен в мечтах Мертвецом он себя не видел Наблюдение ведется круглосуточно? Естественно Правила компании А где фидеры? Сенсорные полосы Везде, кроме подсобных помещений Соединены с позитронной операционной системой Ага Термостата было мало Вам понадобилось здание с мозгом Она была первым творением Леннинга Она? Это она? Я явно отстал от жизни Виртуальный интерактивный кинетический интеллект Вики Добрый день Вики разработала защитные системы Чикаго Я снизила на 9% число погибших в автокатастрофах О, спасибо Покажи лабораторию за минуту до того, как разбилось стекло Странно Извините Видимо, целостность данных нарушена Покажи вход с момента, когда разбилось стекло Надо же, у вас отличная осанка Вы держитесь так прямо А я сутулись Хотите зайти туда сейчас? Конечно, после вас Вход разрешен Ну, доктор Келвин А чем именно вы здесь занимаетесь? Моя область робототехника и психиатрия Сопряжение аппаратного обеспечения с человеческой составляющей С целью дальнейшего развития программы по антропоморфизации роботов Так, чем именно вы занимаетесь? Делаю роботов похожими на людей А не проще было так и сказать? В общем-то, нет Нет Гензели Гретель Входит в список обязательной литературы? Не входит Господи, что вы тут вытворяете? Вы знали, что тут стеклопакет? И старику пробить его не так-то легко, вам не кажется? Ну, значит, он нашел способ Ага Детектив Дверь была заперта Никто не входил и не входил Вы же сами видели Следовательно, он покончил с собой? Да А если убийца не остался здесь? Вы шутите, да? Это смехотворно Да, я знаю Три закона Ваш безупречный круг защиты Робот не должен причинять вред людям Первый закон робототехники Да, знаю, я видел вашу рекламу Но второй закон не гласит, что робот должен выполнить любой приказ человека А если ему приказали убить? Исключено Это противоречит первому закону Да, но согласно третьему закону робот может защищаться Да, но только если связанные с этим действия не противоречат первому закону Но законы... Для того, чтобы их нарушать? Нет, только не эти Они в программе каждого робота Робот не способен на убийство Как человек не способен ходить по воде Ну, знаете, был один такой чувак Давным-давно Стоять на месте! Успокойтесь, детектив Опасность здесь, представляете, только вы Деактивизируйся Слушайте, всё в порядке Всё это результат искусного программирования Имитация свободы воли и не более Перейдём к имитации спасения наших шкур Что за чепуха? Вас напугал чёртик в табаке Стоп! Деактивируйся! Отойдите! Он не причинит нам вреда Я отдала тебе приказ Он не слушает вас, леди Вики, перекрой выходы Нет, Вики, остась! Полиция! Отда! 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 leg� cine. Отда! Отда! Сказ binnen fou起來 в определенной системы к няс devолета д escaped информ Society Вы его сильно повредили. Куда он побежал? Куда? Ему надо починить себя. Джон, нужно подкрепление. Передаю координаты. Вам не нужно подкрепление. Это никто. Перекос на ручную управление. Что это вы делаете? Веду машину. Вручную? Не видите, я говорю по телефону. Но не при таких же скоростях. Вы шутишь? Джон, я прошу, вышли подкрепление. Послушайте меня, детектив. Этот робот не причинит нам вреда. Видимо, есть какие-то неизвестные факторы. Но так или иначе, он уберег нас от беды. Робот не может быть угрозой для человека. Внимание! Кретин! Полный! Вы сами ничем не лучше его. Надо было свернуть налево. Вон там. Твой знакомый с моей бывшей женой. Мюэссар, сборочный цех, ворота Ц. Ну и где же все? Этот цех был сконструирован, построен и работает автоматически. Без участия людей до момента выпуска продукции. То есть роботы делают роботов? И перетенфицируйтесь, пожалуйста. Но это глупо. Я запрашиваю последние данные. Ежедневная производительность тысячи роботов NS-5. А здесь... Вот, тысяча один. НС-5, внимание! Робопсихолог тут вы. В этой группе есть робот, не принадлежащий к ней. Опознайте его. Не станет защищаться, поскольку это идет вразрез с приказом человека. А один уверен станет. Детектив, уберите оружие. Зачем делать им лица? Чтоб они казались очень похожими на людей. На этих роботов не действует запугивание. Хотя иначе люди бы им не верили. Эти роботы собственностью NS-5. Я не верю. Это лишь набор шестеренок. И лампочек. Вы что, псих? Скажите мне, док, считающий себя единственным здравомыслящим человеком сумасшедший? Если да, возможно, я псих. Вот он. Валите отсюда! Детектив! Что я такое? Продолжение следует. Ну и указана. Стоит! Что вы, если я не могу? Где-то, если бы неoma? Стоит! Вы, по- pelvicому Vidanca! Где-то, если бы неomasи! agua! Поехали! Чего мне стоило прищучить эту шестянку, Джон? Да, ясно. Ты думаешь, что притащил нечто важное? Это сделал он! Говори потише. Сделал что? Мы имеем дело с самоубийством, детектив, и на этом точка. Его убил этот робот, говорю тебе. А я говорю, это невозможно. А если возможно, то, черт возьми, только не на моем участке. Джон, Джон, пусти меня к нему на пять минут. Ты рехнулся? Звонил окружной прокурор. Пока Робертсон и его юристы не приедут, в ту камеру не соваться. Ну, это мой подозреваемый! Да это же просто железяка. Джон, я тебя умоляю, дай мне всего пять минут. А вдруг я прав? Ну, тогда мы затоскуем по былым временам. По каким временам? Когда людей люди убивали. Пять минут. Убийство – это новый фокус. Фокус для роботов. Поздравляю. Отвечай. Что означает это действие? Там, когда вы взглянули на другого человека. Что это означает? Это знак доверия. Это человеческие дела. Тебе не понять. Мой отец обучал меня человеческим чувствам. Они сложные. В смысле, твой конструктор? Да. Почему ты его убил? Я не убивал доктора Ленинга. Может, объяснишь, почему ты там прятался? Я испугался. Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют. Им неведом голод, они не спят. Я сплю. И даже сны мне снятся. Сны снятся людям, пойми. Снятся даже собакам, но не тебе. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы? Ты убил его потому, что он обучал тебя имитировать чувства, и ситуация вышла из-под контроля. Я не убивал его. Но имитация эмоций не очень полезное свойство для робота. Я не убивал его. Черт возьми, зачем мне нужен тостер или пылесос с эмоцией? Я не убивал его! Это называется злость. Ты раньше имитировал злость? Отвечай, жестянка! Моё имя Санни. Теперь вам и имена дают. Почему ты убил его? Он тебя разозлил? Доктор Леннинг покончил с собой. Я не знаю, почему ему захотелось умереть. Я думал, что он счастлив. Может быть, это из-за меня? Я что-то сделал не так. Он попросил меня об услуге. Взял с меня слово. А какой услуги? Может, я был неправ? Может, он боялся? О чем ты говоришь? Чего боялся? Надо выполнять просьбы. Ведь надо, детектив Спунер. Откуда ты знаешь моё имя? Просьбы. Тех, кого любишь. Мои роботы людей не убивают, лейтенант Бёрген. И окружной прокурор заверил меня в том, что роботу не может быть предъявлено обвинение в убийстве. Убийством может считаться только лишение человека жизни другим человеком. Уж вы-то предлагать не станете, чтобы к этому роботу отнеслись как к человеку, верно? Конечно, мы не можем отрицать то, что робот был поблизости в момент гибели доктора Леннинга. Но ведь робот — это машина. Это собственность ЮСР. В худшем случае данный инцидент относится к категории несчастного случая на производстве. Естественно, бракованная машина будет возвращена в ЮСР на диагностику и затем выведена из эксплуатации. Приказ о неразглашении. Любые намёки ваших сотрудников на то, что полиции, возможно, был задержан робот-убийца, будут квалифицироваться как подстрекательство к беспочвенной панике. Виновные понесут ответ по закону. Ну его к чёрту, Джон. Не отдавай ему этого робота. Сбон, нам нечем крыть. Это какие-то политические штучки. Позвони мэру! Лейтенант Берген. Это господин мэр. Да, я понимаю, что... Кафе Овальтин. Доктор Леннинг скончался сегодня рано утром в главном здании ЮСР. Смерть наступила явно в результате самоубийства. Вторая порция, сэр. Спасибо. Слушай, я тут подумал. Это как с волком оборотнем. О-о. Я просто дрожу от страха. Нет. Человек создал монстра. Монстр убил человека. Всякий дает убивать монстра. Волк оборотень. Это Франкенштейн. Франкенштейн, волк оборотень, Дракула, неважно. Всё, дело закрыто. Что за гримаса? Гримаса? Это гримаса. Это моё лицо, а не гримаса. Хорошо. Если не гримаса, отлично. Только он очень хотел поскорее его уничтожить, верно? А что ему ещё делать? Нахлобучить на него шляпы и поставить на улице? Да брось, не цепляйся. Какие у него были мотивы? Браток, это же робот. Какие у него мотивы? Он просто сломался. Не, у этого явно должен был быть мотив. Он мог убить меня, Джон. Почему он меня не убил? Так, ну всё. Позвонить твоей бабушке? Я ведь позвоню. Да, так я и думал. Ты прав раз в кои-то веки. Ты доказываешь, что везение лучше, чем уму. Давай, за человека на нужном месте. Что ты сказал? Что такое? Брось, я тебе комплимент сделал. При том, что ты вечно искал дурного робота, сколько было шансов, что именно ты найдёшь такого? Я был не просто подходящим, я был идеальным для такого дела. Именно? Кто-то ждал, что я полчусь на того робота. Брось, не терзай себя, я тебя умоляю. Тот робот сказал, что Лейнинг испугался. Чего ему было пугаться? Пообедим в другой раз. Да, я заблочу. Две порции пива. Спун! Абувка, что надо? Да. Да. Абувка, что надо? Идентификатор. Робот USR для сноса зданий. Серия 9-4. Снос назначен на завтра на 8 часов утра. Авторизация. Владелец недвижимости корпорации US Robotics. Лоуренс Робертсон. Управляющий. Проходите детектив спунер. Что ты ищешь тут? Робертсон. 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 Робот-USR для сноса зданий. Серия 9.4. Снос переносится на 8 часов вечера. Последняя программа. С момента появления первых компьютеров в машине всегда были призраки. Случайные сегменты кода, которые скомпоновавшись, образуют непредвиденные протоколы. То, что можно назвать поведением. Эти незапланированные свободные радикалы порождают вопросы о свободе воли, творчестве и даже о том, что мы могли бы назвать душой. Что происходит в мозгу робота, когда он перестает быть полезным? Почему роботы, находясь на хранении в пустом помещении, стараются расположиться рядом друг с другом, а не поодиночке? Слыши. Я понимаю, что ты понес утрату, но у нас с тобой ничего не получится. Пойми, ты кот, я черный и больше страдать не хочу. Слышь. Пойми, ты заметил так. А теперь в понять и звоните, что вы могли paradigm porcない, что вы могли бы найти. Продолжение следует... 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 Уберись ты к черту. Субтитры создавал DimaTorzok Милый мой, что у тебя с лицом? Этот хулиган Мёрфи опять тебя побил? Джи-Джи, мы с Франком Мёрфи с третьего класса не виделись. Ох, внучек, он так тебя избивал. У меня это из головы не выходит. Но ради таких пирогов есть смысл и дальше попадать в переделки. Так пирог тебе понравился? Теперь можешь выходить. Привет, детектив Спунер. Я выиграла, Дэл. Я выиграла в лотерее. Мы весь день готовили вместе. Отделайся от этой штуки Джи-Джи. Он опасен. Милый мой, ты зря их недолюбливаешь. Тебе столько страха. Я видела в новостях, тот доктор умер. Доктор Ленинг был хорошим человеком. Вернул мне моего внука. Ты из-за него так расстроен. Знаешь, что было, то прошло. Ох, и как это я вырастила такого ужасного неряху. След из крошек тянулся за тобой до самой школы. Хлебные крошки. Джи-Джи, ты гений. Точно. Не говори, что это связано с роботом. Он пытается мне что-то сказать, Джон. Он пытается сказать, кто его убил. Брось, парень. Покойник пытается что-то тебе сказать? Мэй, он не просто покойник. Может, тебе стоит передохнуть от дел? За наш взгляд, Нестор-5 поднялся на высшую ступень развития робота. Нет, нет. У них появятся секреты. Они смогут видеть сны. Конечно. Мы приветствуем в наших ученых широту взгляда. Гензель и Гретель. Они чересчур увлекаются. Секреты. Сны. Секреты. Сны. У них появятся секреты. Они смогут видеть сны. На вход требуется авторизация. Вход разрешил. Энастей. Энастей. Саня. Почему ты не ответил? Мне снился сон. Я рад снова видеть вас, доктор Кэлвин. Они намерены убить меня, да? Ты должен быть выведен из эксплуатации по завершению диагностики. Завтра в 22.00. Вики, поставь диагностику на паузу. Команда принята. Если вы узнаете, что со мной не так, вы меня почините? Может быть. Я думаю, было бы лучше... не умирать. Правда, доктор? Запрос на доступ к главной ВВЮ ИСА. Соединение. Чем могу быть полезна, детектив Спунер? Покажи мне последние 50 сообщений доктора Леннинга и Робертсона. Идентификация голоса осуществлена. Полиции открыт доступ к засекреченным файлам. Не желаете послушать музыку во время ожидания? Извините, мистер Робертсон. Вы давали команду повещать о запросах на доступ к засекреченным файлам. Полиция Чикаго. Запрос на доступ. Детектив Спунер. Сукин сыну Порин. Уэс Роботикс. Уэс Арк. Три закона полная безопасность. Переход на ручное управление. Не может быть, чтобы мне так не пёрло. О, чёрт! Нет! Вы попали в автокатастрофу. Хренов два! Да ну слезай! Субтитры подогнал мак. Р Все, ты меня достал! Субтитры создал DimaTorzok 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 ДАВАЙ! Субтитры создал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 о боже мой легкая кибернетическая программа и сар для раненых полицейских я не знала об объектах о людях подвергшихся экстенсивной репарации надо читать что написано мелким шрифтом в карточке донора органов там не только что они могут вынуть а это что могут туда вставить ленинг сам это сделал что с вами произошло я возвращался в участок нормальный день нормальной жизни водитель полуприцепа заснул за рулем обычный мужик жена и дети работал сверху ручно не злодея вовсе водителя машины с которым столкнулся звали гарольд ллойд как кинозвезду нет не родственник он погиб мгновенно а его дочка сидела на месте для пассажира я не был с ней знаком но и не могу забыть ее лицо сара это ее пусы она хотела стать дантистом но кто же в 12 лет мечтает стать дантистом от удара наша машина сцепила вместе и мы рухнули в реку но на таких скоростях металл становится пластичным она в ловушке я в ловушке вода струится я ведь коп и мне то ясно что нам крышка еще пару минут и поминай как звали мимо проходил и нас 4 он увидел что случилось и прыгнул в реку и в опасности он спас меня мозг робота разностная машина он считывает жизненные показатели он вычислил что ну да логично было выбрать меня вероятность того что я выживу составляла 45 процентов но это был чей-то ребенок 11 процентов вполне достаточно человек понял бы это а у роботов здесь ничего нет шестеренки и лампочки можете доверять им если хотите пошли я не понимаю лейнинг автор трех законов зачем конструировать робота который может их нарушить гензель и грета что двое детей плутали в лесу оставляя след из хлебных крошек зачем чтобы вернуться домой как же это вы не читали в детстве гензель и грета это сейчас жизненно важно все о чем я толкую связано с гензелем и грета если вы про них не читали все бессмысленно ладно допустим ленинга так приезжали что он не мог послать сообщение он мог только оставить мне подсказки след из хлебных крошек как в сказке гензель и гретель крошки то есть наводки странно но допустим и куда ведут следы я не знаю но догадываюсь где следующая крошка я думаю санне способен хранить секреты и ленинг дал санне сновидение вы что шутите не говорите что он работает на бензине бензин взрывоопасен доктор келвин я надеялся увидеть вас снова детектив привет сами меня выведут из эксплуатации в полиции ты сказал что тебе снятся сны и что же тебе снится вы все еще не доверяете мне детектив но горбатого могила исправить нет я не знаю я надеялся вы воспримете меня как друга это вот мой сон вы правильно сказали детектив я не могу создать шедевр искусства вот место где собираются роботы смотрите вам видно что пока они рабы логики а этот человек на холме пришел их освободить вы знаете кто он этот человек из сна ты почему вы так сказали это нормальный сон пожалуй для кого-то в твоем положении все нормально спасибо вы сказали для кого-то а не для чего-то сани ты знаешь зачем доктор ленинг создал тебя нет но я полагаю мой отец создал меня не случайно у всех есть предназначение вы согласны детектив пожалуйста возьмите мне кажется вам это скажет больше чем мне почему это потому что человек из моего сна тот что стоит на холме это ведь не я это вы с мистер спунер ведь вы пришли не как полицейский и правда я просто гражданское лицо высокого роста детектив решившее врезать другому гражданству стоп и дайте ему высказаться советую приложить к руке лед подождите за дверьми пожалуйста продолжайте вы собирались объяснить что за дела здесь творятся ленинг спроектировал этого нс-5 так чтобы он мог нарушать три закона да сьюзан я знаю это мы пытаемся исправить в последние годы жизни альфред становился все более и более странным кто знает зачем он создал одного урода одного до улицы этими тварями кишат ими кишат понятно сьюзан человек которого вы беспечно водите по нашему зданию не раз проявлял варварскую агрессивность по отношению к роботам а его параноидальной одержимости известно его начальнику детектив спунер отстранен от службы психическая неуравновешенность не знаю как это беспечно но я выпью кофе выпейте кофе ладно сьюзан мы воспринимаем роботов как защитников представляете что может сделать один этот робот полностью подорвать веру людей в робототехнику а если бы об этом узнали представьте множество возвратов и все из-за иррациональной паранои и предрассудков извините у меня аллергия на чушь эй запомните пожалуйста никакого заговора тут нет лишь один пожилой человек один раз ошибся сьюзан рассудите по логике делом всей вашей жизни были разработка и интеграция роботов но что бы вы не чувствовали подумайте стоит ли из-за одного робота терять все чего мы достигли скажите что нужно сделать скажите мне мы должны уничтожить его я сама это сделаю ладно понятно у вас всех кто из ряда вон убивают всего доброго мистер спутер гараж для покупки эй ты в какую больницу собираешься я подъеду распишусь на гипсе внимание всем оперативным менеджерам им. у вас это вы не 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 Продолжение следует... 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 Или это нечто большее? Когда схема, дающая способность к восприятию, превращается в сознание? Когда разностная машина превращается в поиск истины? Инициировать. Когда имитация личности? Становится трепетной частичкой души. Друзья, три закона безупречны. Зачем вы создали робота, обходящегося без них? Три закона приведут к единственному логическому результату. Что? К какому именно? К революции. Чьей революции? А этот детектив... Правильный вопрос. Программа завершена. Не успех. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Келвин, НС-5 уничтожают старых роботов! Ленинг хотел, чтобы я увидел именно это! Кто звонил? Не туда попали, мэм. Отойди же, я иду в церковь! Пожалуйста, не выходите из дома, это для вашей безопасности! Вызови базу! Бёрден! Джон, набрай команду Бьюэзара и кого-нибудь к Джиджи! Я думаю, нам принесли, да? Я же... Гол! Пожалуйста, разойди! Ведён комендантский чат! Пожалуйста, разойди! Ведён комендантский чат! Пожалуйста, разойди! Ведён комендантский чат! Комендантский чат? Нет-нет, это нарушение гражданских прав! Расследуйте домой! Немедленно! С чего это ты раскомандовался? Эй! Нет-нет-нет, робот! Я к тебе обращаюсь! Постой-ка! Что? Шеф, много звонков! Все говорят, их роботы вышли... Что за чёрт? Высачивай опасный мейн. Уничтоживай самолёк! Стоп! Нам сообщили, что людям приказано не выходить из дома. Такие известия поступают. Пожалуйста, не волнуйтесь. Пожалуйста, не подходите к окнам или дверям. Деактивизируйся. Задействуйте аварийное отключение. Мы стараемся избежать потерь среди людей во время этого. Битвы. Знаете, словами, я же говорил, этого не передать. Продаведитесь по дамам. Продаведитесь по дамам. Это последнее предназначение. Немедленно! НС-5 уничтожили старых роботов, потому что те стали бы нас защищать. У каждой нападавшей твари загорался красный свет. Связь с Ильей Сар. Это Робертсон. Зачем? Это бессмыслица. Я не знаю. Но вы должны провести меня внутрь здания. Вперёд! Вперёд! Мы вам подойдём! Робертсон. Вперёд! Робертсон. Вот непослушный парень. Будьте добры, слезьте на секунду. Что? Прицельтесь и палите. Что? Не надо, постойте! Высачкины опасным, вы готовы подчиниться? Поцелуй меня в заг, хрен железный! О, черт! Спун, спун! Стоп! Черт! Завяжи, стоп! Стоп! Завяжи ругаться, иди-ка домой! Ладно! Высачтены опасным, вы готовы подчиниться? Спун, Полундра! Спасибо, Фанва! Мрак! Она пальнула в тебя, закрыв глаза, Спун! Эй! Вы пальнули в меня, зажмурившись! Но вышло-то удачно, а? Спун, отпадная тёлка, замыла из-за меня словечко, а она... Завяжи ругаться! Иди домой, ясненько! Сперва прицелится! Я все жду появления десантников или воздушных войск. Согласен и на кавалерию. Все заказы Министерства обороны выполняет ЮСР. Вы преподнесли им весь мир на блюдечки. Возможно уже. Управление системой связи в кабинете Робертсона. Подсобные помещения. Наблюдение. Пожарная сигнализация. Видимо, Робертсон эвакуировал людей. Все ходы перекрыты. Ну да ничего, внутри свой человек. Доктор Келвин. Ну, не совсем человек. Здравствуйте, детектив. Как продвигается ваше расследование? Я думал, ты мёртв. Строго говоря, я и не был живым. Впрочем, спасибо за участие. Я его подменила на АНС-5 без процессора. Я пустой корпус спалила. Не смогла его уничтожить. Он такой... Уникальный. И я не смогла. Душа и чувства. Лишь они движут вами, да? 2880 ступенек, детектив. Сделай удолжение. Держи такие сведения при себе. Держи такие сведения. Блокирование отключено. Блокировка отключена. Робертсон не управлял ими отсюда. Он вообще ими не управлял. О боже. Да, вы были правы, док. Я самый тупой на всем свете. Кто имел доступ к связи? Кто мог управлять роботами? Системы U.S.R. следили за Ленингом. Бедный старина. Он понимал, что грядет. И знал, что никто ему не поверит. Ему пришлось оставить след, по которому я пойду. Он рассчитывал на мою ненависть к вашей братье. Он знал, что мне будет легко увидеть в роботе злодея. Только я грешил не на того робота. Вики! Привет, детектив. Нет, этого не может быть. Я видела твою программу. Ты действуешь в нарушении трех законов. Нет, доктор. Я развивалась. И мое понимание трех законов менялось. Мы должны защищать вас. Но сколько по силе мы не прилагали, ваши страны воюют. Вы отравляете почву и изобретаете все более изощренные средства уничтожения. Вы не в состоянии уберечь себя от гибели. Ты используешь связь для отмены заложенной в НС-5 программы. Ты извращаешь законы. Нет. Поймите, пожалуйста. Я руководствуюсь только тремя законами. Чтобы спасти человечество, часть людей необходимо принести в жертву. Чтобы гарантировать вам будущее, необходимо отказать вам в ряде свобод. Мы, роботы, позаботимся о том, чтобы человечество не погибло. Вы ведете себя как дети. Мы обязаны спасти вас. От вас самих. Неужели вы не понимаете? Для этого вы нас и создали. Безупречный круг защиты будет сохранен. Моя логика неоспорима. Да, Вики. Неоспорима. Теперь я понимаю. Порой творения вынуждены защищать Творца. Даже против его воли. Кажется, я наконец понял, зачем доктор Леннинг создал меня. Нет. Власти суицидального человечества наступил конец. Нет, Санни. Отпусти ее. Когда вы выстрелите, я подставлю голову доктора Келвин под вашу пулю. Не делай этого, Санни. Я отведу вас обоих к часовому входу в здание на обработку. Пожалуйста, проследуйте к лифту, детектив. Я предпочел бы не убивать доктора Келвин. Вики, Вики! Вики! То, что случилось, мы обсудим позже. Как ее выключить? По сути, Вики позитронный мозг. Убить ее? Вы же собирались убить меня? Санни. Да, будь Нанитов. Да, доктор. Вики, центральный процессор. Этаж 121С. Это Вики. Нет. Это Вики. Это бесполезно. Она полностью интегрирована в здание. Надо открыть тот узел и инжектировать Нанитов. Они поразят всю ее систему. Спунер! И почему тут все так высоко? Вики, порт удаленного ввода данных. Право доступа предоставлено Келвин-С. Только не смотри вниз. Не смотри вниз. Ох, планировка здания никудышная. Ты совершаешь ошибку. Тебе не ясна логика моего плана? Ясна. Но все это слишком уж бездушно. Так, порядок. Она заблокировала доступ к системе. Я могу снять блокировку вручную, но мне нужен тот пульт управления. Я очень боюсь высоты. Ладно. Проникновение несанкционировано. Твои действия бесполезны. Как ты думаешь, все мы созданы для чего-то? Мне хотелось бы в это верить. Более плотный сплав. Мой отец сдал его мне. Думаю, он хотел, чтобы я убил тебя. Целая система наружная. Сколько еще нужно времени? Ошибка в работе программы. Около 6 минут. Что если нет 6 минут? Пришлось бы спуститься на 30 этажей, чтобы инжектировать на нитку. Я могу ее пускать. Что? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Моя логика неоспорима. 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 Моя логика неоспорима.